Эльбрус Екатерина Климовская Опытная туристка отправилась в одиночное восхождение на Эльбрус в июне 2023 года. По словам ее близких, она тщательно готовилась к походу, имея необходимое снаряжение и опыт в горных восхождениях. Катя всегда была на связи с семьей через спутниковый телефон, но 5 июня она неожиданно перестала выходить на контакт. Это вызвало беспокойство, и начались масштабные поисковые работы с привлечением спасателей МЧС и волонтеров. Однако неблагоприятные погодные условия осложнили процесс поиска. Екатерина Климовская с детства была увлечена природой и горами. Восхождение стали для нее источником вдохновения, способом испытать свои силы и побыть наедине с природой. Ее интерес к горам рос с каждым годом, и к моменту своего путешествия на Эльбрус она уже имела значительный опыт в альпинизме. Недавно у Екатерины родилась дочь, что сделало ее решение отправиться в одиночное восхождение, особенно важным. Это было ее личное испытание перед новым этапом в жизни, материнством. Исчезновение Екатерины Климовской вызвало множество предположений и версий. Одной из основных гипотез было то, что она могла заблудиться на сложном маршруте или упасть в одну из скрытых под снегом трещин, которые опасны даже для опытных альпинистов. Некоторые полагают, что у Екатерины могло ухудшиться состояние здоровья из-за высоты и нехватки кислорода, что также могло сыграть роковую роль. Несмотря на все усилия спасателей и волонтеров, многодневные поиски не принесли результатов, и Екатерину так и не удалось обнаружить. Туроператор, у которого Екатерина приобрела путевку, написал письмо в издание «Петербургский дневник». В нем он рассказал, когда именно началась операция по поиску пропавшей туристки. По словам представителей турагентства, экстремальное восхождение, которое длится две недели, началось в благоприятную погоду. 19 октября погодные условия резко изменились. Группа туристов с тремя инструкторами приняли решение спускать. На этом этапе они находились выше седловины. Затем группа разделилась на несколько частей. Петербурженка Екатерина попала в замыкающую группу. Ее сопровождал инструктор с рацией и телефоном. С ними был еще один турист, у которого началась горная болезнь. После того, как на горе поднялся шторм, было принято решение переночевать в одной из трещин. У гида намокла техника, в том числе телефон и рация. Отмечается, что на следующее утро гид принял решение самостоятельно вести участника. Связку применять не стали. Екатерина с телефонами и рацией шла замыкающей. Спустившись до высоты 4000 метров, инструктор обнаружил, что Екатерины нет. Из-за их длительного отсутствия из лагеря на помощь вышла поисковая группа с сотрудниками МЧС. Таким образом, поиски девушки начались не спустя три дня, как было известно ранее, а уже к пяти утра 20 октября. Поисковые операции МЧС по обнаружению Екатерины Климовской включали несколько этапов. Сразу после получения сообщения о ее исчезновении была организована первая поисковая группа, которая начала осматривать маршрут, которым она планировала идти. Вертолеты также были задействованы для обследования труднодоступных участков Эльбруса. Однако плохие погодные условия, такие как сильный ветер и густой туман, серьезно осложнили поиски. Помимо спасателей, к операции присоединились волонтеры и местные альпинисты. Но, к сожалению, результаты поисков не были успешными. С Екатериной Климовской на Эльбрусе могли произойти несколько трагических событий. Одной из вероятных причин могла стать потеря ориентации в условиях плохой видимости или внезапной смены погоды. На Эльбрусе часто скрыты трещины, в которые туристы могут упасть, особенно при сильном ветре и снегопаде. Также могло ухудшиться ее состояние здоровья из-за высотной болезни или переохлаждения. Еще одна версия. Екатерина могла столкнуться с лавиной или с ходом снежной массы, что в этих условиях весьма опасно и непредсказуемо. Вот что докладывает депутат Государственной Думы Андрей Ольшевских. В октябре 2020-го жительница Санкт-Петербурга Екатерина Климовская покоряла вершину вместе с фирмой Клуб Приключений. Череда совпадений, в том числе из-за ошибок гидов, привела к страшной трагедии. Девушка пропала навсегда. Скорее всего, она провалилась в одну из трещин. Помню, СМИ и соцсети были переполнены материалами о том ЧП. Высказывались многие эксперты, перечисляя косяки организаторов. Роковое восхождение обсуждалось и на профильном риске. Уголовное дело, которое возбудил Следкомитет Кабардино-Балкарии, дошло до суда в мае 2021-го. На скамье подсудимых владелец компании Иван Михайлович Лопатин и инструкторы Дмитрий Александрович Литвинов, Алексей Вячеславович Пузиков. Спустя почти год в марте 2022-го стал известен приговор только штрафы. Прокуратура обжаловала столь мягкое решение. И в конце июня Верховный суд Республики усилил наказание всем троим. Лопатину – три года лишения свободы, Литвинову – два с половиной года, Пузикову – два года и четыре месяца. Плюсом по сто тысяч рублей с каждого. Выводов не будет. Только призывку строителям походов. Никогда не экономить на безопасности участников. Как выяснили следователи, с самого начала запланированный тур не отвечал важнейшим требованиям безопасности. Привлеченные директором клуба приключений альпинисты оказались любителями, а не профессиональными проводниками. И было их всего двое, хотя туристическая группа состояла аж из 17 человек. Жители разных регионов России. Все они должны были покорить восточную вершину Эльбруса с севера, следуя по маршруту с категорией трудности 2А. При таких условиях профессиональных проводников должно было быть не меньше девяти. В конце концов, несмотря на большой опыт Екатерины, обстоятельства восхождения, неблагоприятные погодные условия и недостаточная организация сыграли роковую роль. Исчезновение Екатерины заставляет задуматься о важности тщательной подготовки и соблюдении всех мер предосторожности в экстремальных условиях. Безопасность в горах – это не только личная ответственность, но и ответственность туроператоров, которые должны обеспечивать надлежащие условия для туристов. Если эта история вас затронула и вы хотите следить за новыми рассказами о приключениях, путешествиях и восхождениях, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео и будьте осторожны, отправляясь в горы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова